Четвёртое июля на календаре с новым утром. Мы говорим тем, кто только что присоединился к новому утру на телеканале Интер. И напоминаем, что буквально два дня назад, 2 июля, стартовал первый международный трофи-марафон по маршруту Киев-Шацк. Киев-Шацк. Самый жестокий и по протяжённости, и вообще по сложности маршрутов в СНГ и в Украине. Соревнование уникально как по длине маршрута 1200 километров, так и по длительности 7 дней. Ukrainian Trophy проводится в шести категориях. От стандартных полноприводных внедорожников до подготовленных автомобилей, квадроциклов и мотоциклов. Мы обещали, что телеканал Интер будет сопровождать участников марафона на всём пути их следования. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать, как проходит один из этапов трофи-марафона. На связи с нашей студией специальный корреспондент Андрей Цаплиенко. Андрей. Доброе утро, Киев. Надеюсь, новое утро принесёт удачу всем нам. Сегодня второй день Украина-трофи. И, похоже, это будет самый тяжёлый день гонки. Для нас ситуация усложняется тем, что я, нарушив кодекс четырёхколёсного самурая, торопясь на эфир, бросил товарищей в болоте, в которые сам же их и завёз. Ну, а теперь об итогах прошедшего дня. Что было вчера? Виктор Янукович вместе со своей супермашиной «Росомаха» оказался по шею в воде, травмировался, но, в конце концов, был единственным, кто взял штурмом контрольную точку номер два. Одессит Роман Горбаченко. Накануне гонки вернулся из «Медового месяца» и даже не представлял себе, насколько он был близок от того, чтобы молодую жену сделать вдовой. Он брал штурмом ту же переправу, ошибся с выбором брода и, в конце концов, был спасён товарищем по команде. Ну, а в лагере на Бивуаке пилотов ждал ещё один, не знаю, приятный или неприятный сюрприз. Группа девушек-феминисток решила грудью встать на защиту заповедных территорий. Мол, крутые джипы своими колёсами разрушают природу, мать нашу. И джиперы в ответ парировали, мол, девушки-то и сами в лесу ни разу не были, и предложили им совершить лесную прогулку. Не знаю, чем закончилось дело, поскольку наша группа была озадачена поиском шлема, поскольку без шлема нельзя выезжать на трассу. Это опасно. Могут снять соревнования. И вот для того, чтобы не быть снятыми с соревнований, нам пришлось найти вот это. Теперь, надев такой шлем и включив вторую космическую скорость, мы просто обязаны выиграть эту гонку. Ну, конечно же, это шутка, но надеюсь, что теперь мы соответствуем регламенту. И удачи, естественно, всем участникам в Украине. И завтра мы снова выйдем на связь с Андреем, для того, чтобы узнать подробности. Настоящие железные водители покоряют Украину. Но мы продолжим светскими новостями.